Зоопарк города Шимкент был основан еще в далеких семидесятых годах в Российском Союзе, когда Шимкент был Чимкентом. Центральный вход, карта зоопарка, посетители встречают вот такой вот симпатичный фонтан с основными, скажем так, жителями данного места. Паровозик, который вас может покатать по всей территории, кстати. Водопад, пруд с зеркальными карпами, что из животного мира, ну, мелкие млекопитающие, типа там дикобраза, кроликов, да, птиц различных. В основном они все находятся за клетками, то есть в павильонах, назовем их так, старого типа. Семейство кошачьих довольно хорошо представлены, тигры, пумы, львы есть, жираф, даже без него, скажем так. Ну и медведи, есть бурые медведи, есть гималайские медведи, что, кстати, редко, редко, да, не в каждом зоопарке вы найдете гималайского медведя. Очень мне понравилось симпатичное семейство диких кабанов. Если я вот это не понял, лужа посередине, это так задумано, чтобы они в этой грызи купались. Или этот, тоже на самом выводах молодой тоже резвится там, не слабо, скажем так. Ну и есть, я говорил, есть павильоны старого типа, есть вот бараны, некоторые бараны живут в павильонах нового типа, которые мы увидели только что. Павильон Африка, новый павильон, запар, хочу сказать, он очень активно развивается. И раньше вот тут, там пару гипоталов, как мы видим, они уютились в небольшом бассейне, там, не знаю, там 5 на 3 метра. Сейчас у них уже, ну, есть место, где даже и поплавать. Ну, а в самом открытом вольере, который называется Саванна, да, ну, честно говоря, кроме верблюдов, почему-то там никто не живет. То верблюдов там, есть где прогуляться, есть где развернуться. Очень неплохо представлены водоплавающие, ну, великаны, само собой, есть отдельный павильон для лебедей, скажем так. Видно тут, раньше бегемотов жили, наверное, я так думаю. Озеро, оно и раньше давно, оно было маленькое, небольшое, это пошло такую реставрацию. Ну, и там же находится аквариум, аквариум старого типа, еще реставрацию не прошел, реконструкцию, да, по центру бассейн, те рыбки плавают в нем, да, ну, а по кругу куча различных аквариумов, различными рыбами, представители, в основном, тропических видов, да. Есть свой террариум, тоже он новый, но когда в дни каких-то праздников, скажем так, посетителей очень много, не стоит забывать, что Кишинкент это город-миллионник, поэтому иногда очень проблематично, да, что-то либо рассмотреть. Но, тем не менее, территория зоопарка большая, так что добро пожаловать в зоопарк Шинкента.